Что означает восьмиконечная звезда как ваш символ? Значит, восьмиконечная звезда принята во всех конфессиях современного мира. Я приехал, когда в Сеул, в Южную Корею, и большому своему удивлению увидел эту восьмиконечную звезду с дыркой посередине. Значит, если вы посмотрите на иконы православные и христианские, там где они есть, ну у православных икон много, а в католицизме там икон не надо. У Бога Отца, Сидержителю, за головой, это дедушка старый такой, там как раз эти два квадрата, а его лик это и есть дырка беспредельного, бесконечного, иррационального. Эти квадраты, они один красный, другой зеленый. Это мир видимый и мир невидимый, потому что квадрат это этот мир на Земле. Видимый и невидимый, зеленый и красный, это цветонегативы. В середине круглая дырка, это небо. Небо круг, земля квадрат. И это беспредельно. Я когда приехал в Японию, я специально ездил туда. Это в Нагое, там синтаистские реликвии. И что я увидел, как выглядит алтарь в синтаистском храме. А потом я заходил в другие синтаистские храмы, ну, то же самое. Там стоит доска, в алтаре стоит доска, в которой дырка, круглый дырка. И в этой дырку видно небо. Больше ничего нет в синтаистском храме. В даосском храме в алтаре стоит синий дракон. А в православном храме в алтаре что стоит? Престол, семисвечник, обязательно семисвечник. Посмотрите, посмотрите, что стоит на престоле. Семисвечник. Ересь ужасная рассказывать о духе вне канонов действующих религиозных конфессий. Понятное дело, что в аврамической традиции и вне аврамической традиции вопрос духа, он весьма актуален и неоднозначен. Почему? Потому что, ну, если взять, так сказать, православие, значит, греческое православие, лукавых греков, то вопрос духа освещается в богословии пневматологии, пневма. И, соответственно, освещается словами старых времен, темных веков и всего того, что было вообще давно до науки индустриального общества, до расцвета европейских наук, до Ньютона, Бойля-Мариотта и прочих там активистов. Поэтому, если сейчас вопрос духа пытаться перетолковать через современные представления, то есть уже даже и не Лейбница и Ньютона, а уже, так сказать, в той парадигме знаний, до которого человечество дошло к нашему времени, 21 веку, оттолковать или кто? И поэтому картина будет выглядеть, как ересь. Ну, почему? Покусились некоторые юродствующие, это я про себя говорю, покусились на толкование богословских твердынь. Это что такое? Конечно, ересь. Поэтому я, контуженностью в голову ветеран боевых действий, придурок, с которого взятки гладкие, рассказываю вам нечто, что не может быть принято ни каноническим богословием, ни классической науке. Поэтому, значит, что я сделал? Я стал говорить о том, что я занимаюсь разведкой. Разведка – это искусство уникальное, а искусство находится выше науки в том плане, что творит шедевры. А наука, она чем занимается? Подтверждением и повторением результата. Когда я сказал, что никакого спора с наукой нет, потому что вот эта дерзкая система взглядов, внутренне противоречивая, которая, так сказать, обросла книгами, эти книги издаются. И если я вот сейчас затрону какие-то, так сказать, фибры души, и у вас появится резонанс на то, что я говорю, значит, куда идти? Идти, вот, купите эту книжку и тихо, страничка за страничкой, медленно ее читайте. Здесь изложено «Разианство, благология и немполитика». Три составные части веждизма, а вежды – это веки, а веждизм – это взгляд за век. Это то, чего не видно. Это то, что, собственно говоря, находится в мире видимом и невидимом. В мире видимом в будущем, в мире невидимом там же. Небополитика – это то, что, собственно говоря, родилось на русском языке. Аккуратно переломе космических эпох созвездия рыб и созвездия водолея. Вышло в 2005 году. И это доморощенная, ни у кого не списанная, внутренне непротиворечивая система взглядов на бытие. Этим вообще никто не занимался. Вот рождение неополитики, ее же можно сравнить с чем? С рождением геополитики. Она родилась на рубеже веков, 19-го и 20-го. И она, эта геополитика – это доктрина пространства. Она имеет англосаксонский вариант – это геополитика моря. И романо-германский вариант – это геополитика суши. И если говорить о том, а какая геополитика состоялась, то состоялась геополитика суши в изложении Хаусхофера. Хаусхофер – генерал Первой мировой войны. Объяснял это дело все лидерам Третьего рейха. И Третий рейх был создан на геополитике Хаусхофера. И Нюнбергский процесс дал точную характеристику геополитике как нацистскую идеологию. А сейчас у нас кругом геополитика, геополитика, геополитика. Геополитика. Нет никакой геополитики. Те, кто управляет ветрами, заставляют верить в этот миф, в контроль над плоским пространством. Почему геополитика – это вопрос пространства? Потому что пространство наполнено энергией жизни. Псевдоборьба за псевдополезные псевдоископаемые. Север, юг, запад, восток. Двойка, четверка наземная. А мир-то у нас трехмерный. Понимание возникает только от сравнения с другим. Если нет сравнения с другим, то нет и никакого понимания. Может быть, какая-то логика, воткнутая в сознание формула для умников. Я убежден. В чем ты убежден? Ну, вот там, значит, какие-то умности написали, вот он и убежден. А понимание? Понимание может только от сравнения с другими. А кто является знатью и кандидатом в знать? Покажите на примере. Знать – это те, которые знают. Значит, в мессонерии это знать отличается повышением градуса посвящения. Дойдешь до 33-го градуса – вот ты и знать. А до этого ты и не знать. Ученики, подмастерия, мастера, ну вот с этими. А знать там в духовных орденах там. Дойдешь до кардинала – вот ты и знать. А не дойдешь до кардинала – не знаешь ничего. Итак, неополитика – это доктрина времени. И этой доктрины не было ни у кого в европейской системе координат сознания или в неевропейской системе координат сознания. Неополитика первая сосредоточила внимание и пальцем показала на то, что есть время. Что такое время? Есть, так сказать, классическая физика Ньютона, где время – это длительность. Есть античные представления о времени у древних греков, где время троичное. Как длительность – хронос, как порядок следований событий – циклос и как счастливый случай – каэрс. Время в греческой античности и время в науке индустриального общества – это не одно и то же, поскольку Ньютону была из времени в классической физике записана только длительность. Тогда как у древних греков – это еще и порядок следований событий вне зависимости от длительности, и счастливый случай или окно возможностей. То время, которое у Ньютона, оно уходит, а счастливый случай – это время, которое приходит. И вот, собственно говоря, надо поймать. Небо – это восходы и закаты, фазы Луны, движения звезд. Это и есть время. Время зашито на небе, в движениях космических тел. А эти космические тела, вы со мной согласитесь, восход Солнца стало теплее, заход стало холоднее. Понятное дело, что днем теплее, а ночью холоднее. Энергии же Солнце есть? Есть. Фазы Луны – это приливы и отливы. При этом там на полнолунии или там на новолунии. Громадные приливы, громадные отливы. Энергия есть? Это космическая энергия, ее можно увидеть. Закончилась энергия созвездия Рыб с фокусом Великого Израиля от Нил Дрифра. И наступила космическая эпоха энергии созвездия Водолея с фокусом от Валтая до Алтая. То есть мы переживаем некоторую эпоху смены космических энергий. И эти космические энергии и есть основание всех тех перемен, которые происходят в политике, экономике, социальной сфере. Так вот, неополитика – это доктрина времени. Время зашито в движении звезд. Солнце, Луна. Время наполнено духом. Это мы говорим, бестолковая неополитика. А что такое дух? Эзотерики давным-давно говорили, что дух – это вибрации тонких полей. Если дух – это вибрации, то к этим вибрациям можно подобраться соответствующими характеристиками волновыми, которые обеспечивают резонанс. То есть дух можно словить резонансом. Дальше буду говорить про трактат «Желтого императора» о внутреннем и толкование его с точки зрения неополитика. Так или иначе, в 2045 году тонкие поля вскроются, и мир невидимый станет видимым. В Писании сказано доминанта аврамических религий. У Бога 99 имен – это сейчас. А когда это новое небо и новая земля, на которых обитает правда, состоится, то Бог будет все во всем, и имя его будет одно. Это каноническая характеристика. Вот это 1945 год. Это мы бестолкование политики исчислили. Как исчислили? По китайскому календарю. Это трансгуманисты исчислили. А они все на 1945 год. Все свои, так сказать, планы туда запускают. И Массанерия вся давным-давно на 1945 год поставила там восклицательный знак. Откройте книжку Жака Тали «Краткая история будущего». Первая строчка «К 45-му году». Ну, первая строчка. Жака Тали – это рупор Массанера. Первая строчка «Краткая история будущего». Где это 2045 год? Почему они к 50-му? Новое небо и новая земля, на которых обитает правда. Что такое правда? А правда – это как раз то, что вскроется. Этот мир невидимый станет видимым. Почему у негров, эскимосов, значит, белых людей, китайцев, белая горячка протекает в одном и том же виде? Молчит наука? Что там изгоняют? Бесы-то, бесы изгоняют. Вот чего они изгоняют? Вот это увидим. И это все в Псалтире Давида сказано, что и правда преклонится от неба. То есть это все произойдет потому, что небо – это закон мироздания. И этот закон мироздания вдруг станет видимым. И тогда истина высияет от земли. И вот этот вопрос – а что есть истина? И дальше я это буду рассказывать с опорой на китайщину. Неполитика нашла методом божественного откровения. Это я в сонном видении разведал. Что код перемен для духовной сферы, он опирается… Это код, это дешифрование. Дешифрованием занимается разведка. Не наука занимается дешифрованием. Дешифрованием занимается разведка. Этот код перемен в части духовной сферы составляет триплет, он же кодом, который записан у китайцев в классических их древностях. Еще раз подчеркну, что для понимания необходимо сравнение с другим. Пальцем покажу на ДНК. ДНК – это код живой природы. Этот код живой природы составляют, так сказать, триплеты, кодоны, аминокислот, нуклеотиды. Они все, эти кодоны, укладываются в код перемен в 64 позиции, записанные гексограммами по 6 линий известным китайцам с допотопных времен штрих-кода перемен. Это код живой природы. Код неживой природы – это таблица Менделеева, химических элементов, где периодичность, соответствующая этому коду перемен, найдена в числе протонов, химических элементов. Неополитика с бодуна, методом, понимаешь ли, после вчерашнего. Я специальную еруцию, потому что иначе невозможно будет дойти до сердец-то. Все это будет задолблено, понимаешь, богословием и наукой. Методом, значит, проснулся и разведал. На дне этой бутылки нет истины. Неополитика разведала этот триплет для духовной сферы. И это в китайском каноне – это дзин, ци, шэнь. Дзин, ци и шэнь. Или шэнь, дзин, ци. Шэнь – это дух от неба. Это искра Божья. Когда человек с распростертыми руками мысленно обращается к Всевышнему, к небу, все равно, как это называется, к Аллаху. 12 ворот Небесного Иерусалима. В разных воротах разные, так сказать, персонажи присутствуют. Но так или иначе, это то, что приходит сверху, с неба. И это в христианстве – это Святой Дух. Он же Дух Истины и же от Отца исходящий. Поэтому я и говорю, разверните, Всевышний один. От Него исходит этот Дух Истины, вот этот шэнь. А в русском языке есть какое-нибудь фиксирующее словосочетание? Есть. Это называется зов сердца. Стучит сердце – это колебательный процесс. При этом просто число ударов сердца в минуту – это тактовая частота. И понятное дело, что тактовой частотой, там, 80 или там 100 ударов, 200 ударов в минуту, никакого резонанса с волей неба, с Всевышним обрести невозможно. Но человек имеет 36 частот модуляции на этой тактовой частоте. Это китайская медицина. Диагностика китайской медицины на тактовой частоте число ударов в минуту находится 35 частот модуляции, которые мастера китайской медицины долго изучают с 5 лет, там, значит, до 35 лет, доходят там до 20 с чем-нибудь, и уже там к 70, может быть, поднимутся там, и то, может быть, не поднимутся. Так вот, в этих частотах модуляции – это кокон. Этот кокон тонких полей, он определяется инструментально. Придумали там диагностику этого тонкого поля. Его уже видно, это тонкое поле. Во всяком случае, его инструментально можно замерить. Хорошо замерить, плохо замерить, полную глупость, а обман трудящихся – дело не в том, как это трактуется. Но то, что замеряется тонкое поле – это факт. Вот этот шень – это искра Божья, да, это зов сердца. Сердце стучит, на этом сердце, соответственно, есть частоты модуляции, и этими частотами модуляции и можно входить в резонансы с миром невидимым. Вот эти молитвенные обращения у ислама, там сильно развитая система, так сказать, вот… Ну, это не только в исламе и в других там магических практиках. Через заданные какие-то звуковые частоты происходит какой-то такой переход в транс, и, соответственно, хождение в резонанс с этим миром невидимым. Субтитры создавал DimaTorzok Еще раз подчеркиваю, значит, дух – это вибрация. К этим вибрациям можно подобраться через резонанс. Резонанс – это ты должен запустить соответствующие частоты. И если частоты будут соответствовать, ты в резонансе. И тогда… Все, словил. Внутри каждого хранится код. Когда противник подбирается и подкручивает, все вокруг рушится. Исчезают целые государства. Если же все перевернуть, настроить частоты правильно, заставить массы жить сердцем и вытянуть их из зоны влияния противника, все вмиг засияет. Осталось только додуматься, как их заставить. Снижал дух, получил что? Благодать. Но большинство-то живет умом и животом. И противник умело пользуется этим. В старых, так сказать, богословских терминах, значит, стяжание духа – это благодать. У китайцев «дэ». «Дэ» течет во времени. Благодать. Приведу каноническую молитву православную. К духу святому. У нас тема о духе, да? Царю небесному утешителю. Так называется. Царю небесному утешителю. А что утешитель-то? Значит, душа коется в каком-то беспокойном положении. Человек раздирается всякими там чувствами. А тут утешитель. Царю небесному утешитель. Иже везде сы и все исполняет. То есть, которое везде и все наполняет. «Прииди и вселися в ны, избави ны от всякой скверны, и вот это все, так сказать, нехорошее убери, и спаси блаже души наши». Это вот то, на что Синодальная Церковь не обращает внимания. Кто же спасает душу-то нашу? Блаже. Благодать. Дух. Вот молитва есть. Толкование в Синодальной Церкви ненужное. Но молитва каноническая. «И спаси блаже души наши». Блаже – это блаженство. Благодать. А благодать – это «Д». А «Д» – это течет во времени. И, собственно говоря, о чем неополитика-то? Неополитика – это вопрос власти от неба. А это что такое? В части движения космических тел, этих энергий, приливов и отливов – это попадание в окна возможностей. Неополитика исчисляет фазы, когда можно в эти окна возможностей воткнуться. Чем воткнуться? Правильными решениями власти, соответствующими моментам. Плюс технологии, резонансов с миром не видят. Вот что такое неополитика. Она, с одной стороны, это время, а с другой стороны – дух. Время – это энергии, космические энергии. Энергия – это по физике. Это то, что делает работу. Если у тебя нет энергии, то никакой работы делать не можешь. Энергия – жизнь. Так вот, значит, китайщина – это триплет. Это Шэнь, Ци и Цзин. Шэнь – это я вам сейчас рассказал про дух истины, про дух от неба, про искру Божью, про зов сердца. Ци – это энергия жизни. Энергия жизни простирается. В пространстве. А Цзин – это субстанция жизни. Цзин – это витальный дух. Это то, что называется голос крови. Это то, где находится дух победы. Итак, зов сердца – это от неба. Голос крови – это от земли. Энергия жизни – это то, что позволяет человеку жить и делать работу. Задача, соответственно, это копить энергию жизни. Каким образом это происходит? Начинать надо с заземления. С матери земли. В былиных и сказках русского народа и нерусских народов. Мать – сыра земля. Родина – мать зовет. И это не Отец Небесный. Это голос крови. И здесь дух победы. Пусть ярость благородная вскипает, как волна. Подчеркнув цифры, нету резонанса. И когда сейчас идет цифровизация, это способ управления стадом, чтобы ни в коем случае у этого стада ярость благородная не вскипела, как волна. Все зацифрую, и никаких резонансов не будет. А технологии стяжания духа, этого духа победы, это технологии волновые, бегущей волны, разгон бегущей волны или постановка стоячей волны. Вот, собственно говоря, технологии инкогния, то работы с духом, которые придумала неополитика. У нас есть книжка «Технология управления духом» или «Технология инкогния». Там все это изложено. Начинать разгон бегущей волны надо начинать с заземления, с голоса крови. На голосе крови поднимается энергия жизни. Появляется энергия жизни, может пробить искра божья. Мальца позывной, как записывать? Сга. Божья искра? И тогда замыкается контур. Вот это «Д» течет, благодать течет, а «С» простирается. Пробила эта искра божья. Замкнулся контур. Чего? Это колебательный контур бытия, а это обмен веществ, энергии, информации. Это и есть жизнь. Чего-нибудь из этого нету. Искры божьи нету. Или заземления нету. Электродвигатель будет однофазный. Это как вентилятор бытовой. Поставил, он остановился. Тяги нету. Вот, вентилятор крутится, да, воздух гоняет. А тяги нету. А тяга только в трехфазном электродвигателе. В однофазном тяги нету, а в трехфазном есть тяга. Значит, что произошло у нас, в нашем Богохранимом Отечестве? Россия – женская душа. Для счастья ей нужна семья. А где Россия может состояться? Ну, вот, значит, в семье народов внезападных цивилизаций. Почему внезападных? Ну, в западные не взяли же. Ну, практика, вот, критерий есть. Хотели туда, значит, и не взяли. Почему не взяли, еще раз говорю, потому что это зов сердца и голос крови не тот. Это не те вибрации. Это не та парадигма. Она там не может быть, это Россия. В той семье народов. Теперь вот на распуте. Витязя постоянно уводят в разные стороны. Лишь бы правильный путь не заметил. И сходил всюду, чуть не погиб. Всего истерзали. Мечты нет. Делают соответствующие там анализы и выводы, значит, тычей. Так и вот этот вот код духовной сферы позволяет оценивать происходящее с позиции, так сказать, опять же, законоперемен. Пятно вероятности, оно же исчисляется. 21-й год, год перелома, тектонические процессы глобальной трансформации, мы это говорим с 2005 года, требуют тектонического рокового события для того, чтобы сдернуть, так сказать, из мертвой точки этот самый цикл. Итак, повторюсь, из чего состоит, так сказать, этот триплет. Он же кодон духовной сферы. Это зов сердца, то, что называется архетип. Зов сердца – это архетип. Архетип – это язык и культура. То есть люди разных кровей могут быть одного архетипа, поскольку они думают и говорят там на одном языке и связаны с крепами одной культуры. Речь идет у нас о русском языке и русской культуре. То есть все эти народы, которые приняли русский язык как язык межнационального общения и живут в скрепах русской культуры, они находятся в архетипе, в зове сердца, духе времени. Вот это вот искры Божьи, решение – это дух времени с точки зрения неополитики. А, соответственно, то, что от земли – это дух пространства, это голос крови. Ну, возвращаясь к тому, что, значит, первая строчка Евангелия от Иоанна. Вначале было слово, слово было у Бога, слово было у Бога. Это перевод, канонический перевод на русский язык. На греческом языке вначале был логос. Логос – это смыслы. Что это за место? Куда я попал? Вышний ярус, надстройка над миром, здесь живут смыслы. Эти смыслы, они фиксируются и словами, и числом. На высшем уровне управления те немногие, означающие символы, имеющие доступ к смыслам. Они регулируют план и исполняют замысел. То есть, вначале, вначале были смыслы, да? Перевод на китайский язык. Вначале было дао, и дао был шень. Дао – это путь неба. Закон мироздания. И дао был шень. Это был этот самый дух. Дух истины. Дух времени. Потому что благодать, она течет во время. Вот Россия, она с либерализмом потеряла родину. Это странцы. Да была наша страна, а потом эта страна. Значит, либерализм – это я-я, эгоизм, права человека. И Россия потеряла родину. Фактически. То есть, беда в той России, которая есть – это потеря родины матери. Вот какая-то такая сиротинушка. А китайцы, когда занялись малым процветанием и сделали ставку… Это у китайцев записано, так оно должно быть. Сделали ставку на материальное благополучие, они потеряли связь с небом. Они потеряли отечество. Россия потеряла родину, китайцы потеряли отечество. Еще раз повторяю, подчеркиваю, Россия – женская душа. Для счастья ей нужна семья. А у старшей сестры она что? Она заменяет мать. Потому что она мудрая, у нее есть, так сказать, она заботливая. А меня спросят, а с чего ты решил, что это старшая сестра? А почему это мудрость? Я говорю, ну как же? Вот та Россия, которая есть, родила в мухах на русском языке, а не политику. Вот она где мудрость. И ты в это веришь? София всех дочерей потеряла. Здорово. Все дочери живы. Но никто не признает. Ну ладно, признать не надо. Еще не поздно. Поздно будет, когда солнце на западе взойдет. Субтитры сделал DimaTorzok